Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Сергей Анатольевич сейчас находится на фестивале одним из спонсоров, которого мы являемся, международная корпорация Skyway, в лице Skyway Capital. И, собственно, если сможет включиться, обязательно включится. Если нет, то, собственно, в следующий раз уже. И я хотел бы на этом вебинаре вам поведать о тех нюансах и о начальных сведениях, о начальных знаниях технологии Skyway. И я искренне надеюсь, что вы поймете, что действительно более 99% населения земного шара необходима технология Skyway. На сегодняшний день, дорогие друзья, вообще инновации и технический прогресс невозможно представить отсутствие их. И я могу сказать, что тот мир, который был, к примеру, 10 лет назад, 15 лет назад, не является таковым на сегодняшний день. И, к примеру, раньше были кнопочные телефоны, сейчас это умные смартфоны со специальными чат-ботами в социальных сетях, которые могут вам выполнить какой-то элементарный заказ еды, выбрать за вас и для вас путешествие с максимальными скидками, с оптимальными для вас условиями. Раньше об этом можно было только мечтать. Раньше не было интернета и, что сказать, еще когда-то не были изобретены первые фабрики, первые мануфактуры и, соответственно, даже первый технологический уклад не стал появляться и внедряться. На сегодняшний день человечество живет, дорогие друзья, в пятом технологическом укладе. Это мир IT, это мир гаджетов, микропроцессорной электроники, мир виртуальной реальности, мир социальных сетей, мессенджеров и так далее и тому подобное. И, естественно, транзисторной электроники. На сегодняшний день даже ассоциация полупроводниковой системы и компании в США, в которую входят Intel, Cisco, Dell и Samsung, заявили о том, что даже закон Мура сейчас может быть отменен через пять лет. То есть он гласит о том, что количество транзисторов на интегральной микросхемы постоянно каждые два года удваивается, увеличивается. И сейчас мы переходим уже к пику максимальной производительности, к пику максимальной загрузки. То есть, в принципе, технологический уклад под знаком пять подходит к своей стадии завершения, пика и, соответственно, плавно по логике должен начаться новый технологический уклад. Каким будет этот технологический уклад, на самом деле, мне немного. Кто-то говорит, что это био-нанотехнологии, кто-то говорит, что это генная инженерия, кто-то говорит, что это искусственный интеллект. Мы же позиционируем, что это будет транспорт нового поколения, пятый вид транспорта и, соответственно, сеть Transnet, которая будет основана на струнных технологиях. Это единая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, социальная и даже финансовая сеть. То есть без данного вебинара, я думаю, что вы обязательно поймете, почему все эти описания подходят под сеть Transnet. И основаны эта сеть в первую очередь на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Как когда-то на свойстве кремния, на пьезоэффекте были основаны все компьютеры и, собственно, вся сложная, простая техника, да и что говорить, даже бытовая техника. На сегодняшний день нам отвечает лифт, когда мы достигаем своего этажа, что вы приехали на восьмой, девятый этаж. И, собственно, сегодня уже вводится концепция интернет вещей. То есть все смартфоны, все средства коммуникации связаны между собой. Но что касается транспортной сферы и передачи сигнала именно в реальном воплощении, то есть сигналом являемся мы, пассажиры, сигналом являются грузы. На самом деле скорости минимальные, как были 80-70 лет назад, так и сейчас. И, собственно, используемым видом транспорта на сегодняшний день является железнодорожный транспорт, морской транспорт, авиатранспорт. Невозможен к применению в ряде проектов, как посвоение месторождений, перевозка железной руды, перевозка коксующегося угля и так далее и тому подобное. И, собственно, я приведу пример, люблю приводить примеры из жизни. На этих выходных я подправляюсь на конференцию с Европейским институционным агентством бизнес-проектов, который располагается в Германии. И для того, чтобы добраться до Ганновера, мне приходится вылетать рано утром, соответственно, 19-го числа, даже ночью, я бы сказал. И только поздно вечером я буду уже в Ганновере с достаточно долгой пересадкой в Москве. И, как бы я ни старался, оптимальный, недорогой, не за 50 тысяч, так скажем, с Челябинска до Москвы. То есть это нелогично, платить такие деньги. Как бы я ни желал найти для себя оптимальный рейс, попытки не увенчались успехом. И вся транспортная логистика сейчас сводится к тому, что выбирайте из того, что есть, либо переплачивайте. А что говорить за перелеты, допустим, с Москвы на Дальний Восток, в Хабаровск? Почему люди вынуждены платить огромные бешеные деньги для того, чтобы добираться домой, к себе в регион? И на самом деле, если сравнивать сегодняшнее развитие транспортной индустрии с развитием IT, телекоммуникации, то мы отстаем, буквально находимся в каменном веке в транспортной индустрии. И как раз таки технология SkyWay это то призвание, которое гласит о том, что мы сможем преодолеть действительно расстояние с максимальным комфортом и действительно концепция мгновенного перемещения. То есть на расширенном технико-экономическом вебинаре обязательно вам расскажем, что такое концепция мгновенного перемещения. И без простоя в различных пробках, что касается автомобильного транспорта, в ожидании нашего поезда, либо самолета, соответственно, на вокзале, либо в аэропортах, мы не будем тратить свое время и все-таки будем самый ценный ресурс расходовать по назначению. Самым ценным ресурсом на сегодняшний день является действительно время. Мы все это прекрасно понимаем, дорогие друзья. И что касается времени развития, эпохи развития сети Transnet, струнного транспорта, я могу сказать, что все началось не 5, не 10 лет назад, а более 39 лет назад. Все началось в 1977 году, когда Анатолий Эдуардович Юницкий придумал концепцию глобального инфраструктурного инженерного проекта, который был призван вынести промышленность в открытый космос. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. Соответственно, что касается общепланетного транспортного средства, и мы понимаем сейчас это только сейчас, это уже седьмой технологический уклад, мы не перешли еще в шестой технологический уклад, находимся на приближении к пику, как я уже сказал, пятого технологического уклада. И, соответственно, общепланетное транспортное средство, то есть то грандиозное, действительно, очень нужное человечеству инфраструктурное сооружение, которое будет располагаться по всей длине экватора, то есть более 40 тысяч километров. И, соответственно, вся эта конструкция будет подниматься, и кольцо вокруг Земли будет поднимаясь, чуть-чуть расширяясь, менее чем на полтора процента. Все это происходит за счет непростого механизма создания магнитного поля, за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя. И, собственно, вся эта конструкция далее замирает и уравновешивается за счет центра масс Земли. Это такая далекая, так скажем, футурология, но с этого начиналась струнная система, струнные транспорты, и с этого началось развитие сети Transnet. На каждом вводном вебинаре азбуки Skyway я включаю с недавних пор ролик Spaceway, чтобы вы представляли, что же за технология нас ожидает через 20-25 лет. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, дорогие друзья, даже сейчас мы можем слабо себе представить, что это появится на планете. И, собственно, время, естественно, в 70-х годах, даже в 88-м году, когда Анатолий Эдуардович представил эту технологию на международной конференции по неракетной индустриализации ближнего космоса, соответственно, время не пришло. И переломным этапом развития струнного транспорта, а струнный транспорт появился за счет именно оптимизации общепланетного транспортного средства, за счет удешевления конструкции, за счет создания бирельсовой системы, за счет минимального использования материалов и максимальной оптимизации самой конструкции, был создан струнный транспорт. И в нулевых годах, я могу назвать такой переломный этап, это нулевые наши любимые, собственно, когда происходили многие изменения в Российской Федерации. И у России был выбор на тот момент до 2010 года, либо заложить фундамент на преодоление всплывающих сегодня и сейчас серьезных экономических проблем, либо, собственно, пустить все на самотек. Результат мы на сегодняшний день видим. И в нулевых годах Анатолий Эдуардович Юницкий продолжал разрабатывать технологию. И когда уже присоединился к проекту «Сибиряков» Сергей Анатольевич, это более 15 лет назад, в нулевых годах, в 2000-х, Сергей Анатольевич рассказал о технологии «Лебедю Александру Ивановичу». И, соответственно, будучи рассудительным и логически рассуждающим, принимающим концепцию инноваций, губернатор на тот момент Красноярского края, «Лебедь Александр Иванович» понял, принял концепцию Skyway, понял, что действительно с помощью ряда адресных проектов, это перевозка и продажа пищевого льда, это освоение ряда месторождений, которые мы обязательно с вами будем посваивать, построив грузовое направление технологии Skyway. И, собственно, был выделен буквально через несколько недель после общения с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым первый транш из личного губернаторского фонда «Лебедя Александра Ивановича». То есть началось строительство полигона в городе Озеры, который располагался в Московской области. И испытания происходили с 2001, дорогие друзья, по 2009 год. Действительно, это была подвижная лаборатория. Много этому доказательств в YouTube вы можете найти, в интернет, что да, действительно, этот ЗИЛ поднимался. Кстати, у нас есть и были такие недобросовестные в прошлом сотрудничшие с Анатолием Эдуардовичем Юницким партнеры, компания Adgex, которая даже умудрилась отфотошопить и просто убрать символ капли, который вы видите на ЗИЛе, на ЗИЛуходящем небом, мы его называем U21, тоже затерли. И даже на фотографии, где Анатолий Эдуардович Юницкий стоял под путевой структурой, в доказательстве тому, что он не сомневается, что ЗИЛ проедет и ничего не рухнет, и полностью уверен в технологии, также Анатолия Эдуардовича с помощью фотомонтажа удалили. И, собственно, в недавнем времени был суд с этой компанией, суд был выигран уже на территории Белоруссии, Республики Белоруссия, где, собственно, и ведется сейчас строительство демонстрационного тестового участка. Но это и так немножко отвлекся, чтобы было понимание на тот момент интереса к проекту, и, собственно, ожидалось, что большая очередь выстроится после демонстрации технологии Skyway, когда забрался по шаткой, валкой, конструкции, путевой структуры второго поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Действительно тяжеленный многотонный ЗИЛ, и ничего не рухнуло. Но, опять же, тогда время еще не пришло. Капитализации и максимального применения технологий, так как было продемонстрировано все-таки лишь одно направление струнных технологий – это путевая структура. Но необходимо было также продемонстрировать и подвижной состав. На сегодняшний момент я могу сказать, что мы вплотную приблизились к цели, и в 2016 году, уже этой осенью, 20-23 сентября, подвижной состав, высокоскоростной подвижной состав со скоростями до 120 км в час в виде легкого прогулочного исполнения, со скоростями до 150 км в час в виде городского исполнения, будет представлен на Международной транспортной выставке и на Транс в Берлине, на которой многие из инвесторов, которые уже присоединились к проекту и активно развивают проект, обязательно будут присутствовать. Обязательно мы будем с Сергеем Анатольевичем вести трансляции с Перископ. И, кстати, вот это тоже такой момент понимания, насколько изменился мир буквально за год в плане даже современных средств массовой информации. В 2016 году Перископ назвали новыми газетами, новыми СМИ, потому что любой человек получил возможность прямых трансляций, не нужно выкладывать это в виде роликов YouTube, то есть трансляции сразу размещаются в Перископе, вы можете их посмотреть либо сейчас, либо, соответственно, чуть попозже. И вот абсолютно правильно в чате дали информацию, что Сибиряков Сергей Анатольевич, Евгений Кудряшов, Надежда Косарева, Виктор Бабурин также скоро присоединится. Большой командой, так скажем, находятся на фестивале BoomFest. И цель там не просто что-то посмотреть и просто быть спонсорами, а, соответственно, провести мощную популяризационную такую вот масштабную акцию. То есть будет присутствовать на фестивале BoomFest более 3000 людей, в основном молодого возраста. И, соответственно, миссия Сергея Анатольевича будет в освещении технологии Skyway для представителей до 30, до 35, так скажем. Ну и, естественно, там будут присутствовать также и отдыхающие потенциальные крупные предприниматели, средние предприниматели. Опять же, будет массовая и массивная популяризация технологий Skyway. И почему вот такие способы на сегодняшний день используются? Дорогие друзья, причина одна, потому что после общения с рядом министров, министров, послов, крупных российских и зарубежных олигархов, Анатолий Эдуардович понял, что все, в принципе, заканчивается одним и тем же. То есть желает обладать технологией. В принципе, генеральный директор, генеральный конструктор не особо интересен как участник проекта. И хочется этим людям получить максимальную долю, выкупить ее, так скажем. И дальше обязательно уже создавать новые поколения, капитализировать бизнес в своих интересах и на свое усмотрение. Анатолий Эдуардович не мог этого допустить. И в 2013 году был предпринят достаточно рискованный шаг. Я могу сказать, что это гипер рискованный. Это начало краудинвестинга, то есть начало собирания с миру по нитке и голосование действительно рублем за желание воплощения в реальность этой технологии. И когда-то я проголосовал первые свои тысячи долларов в надежде получить обязательства международной корпорации Skyway. Была еще не отстроена абсолютно финансовая, юридическая система. Но на тот момент я достаточно сильно уже поверил в проект, потратив на изучение проекта больше недели. То есть я читал различные технические публикации, монографии, заключения, экспертные примеры со СМИ прошлых лет. Я понял, что эта технология действительно реальна к воплощению. И единственное, в чем оставались у меня вопросы, реальная ли эта технология будет воплощаться, или же это все-таки прикрытие. Но когда сам Анатолий Эдуардович начал вести вебинары, это уже ушло в историю, дорогие друзья. То есть Анатолий Эдуардович выступает на видео. Это четко запланированное время, потому что действительно график генерального директора, генерального конструктора расписан буквально по минутам. И нужно успевать многое, чтобы ответить на вопрос в чате, который был, успеют ли. Да, успеют. И более того, несмотря на то, что финансирование идет не в том объеме, который планировался, мы не отстаем по графику. И, соответственно, продемонстрируем эту технологию уже осенью 2016 года. Сегодня больше 350 тысяч людей по всему миру финансирует 4 направления. Это городской пассажирский транспорт, который будет продемонстрирован, как я уже говорил ранее, осенью 2016 года. Это грузовой транспорт, строительство трассы, которого было уже начато. И высокоскоростной транспорт, строительство трассы, которого начнется ориентировочно в 2017 году. И, собственно, естественно, легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. То есть это более такая, казалось бы, простая концепция. Но о том, какой рынок легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, либо, как по спецификации мы их называем, юнибайк. Почему юнибайк? Потому что это действительно велосипед 21 века. Опять же, почему велосипед 21 века вы поймете из расширенного технико-экономического вебинара, который последует за данным вебинаром. Но одно я могу сказать, что это направление появилось совершенно недавно. То есть это молодое направление. В голове Анатолия Эдуардовича эта концепция и технология была уже давно. Но каждая инновация появляется в чертежах и в расчетах при ее необходимости применения. И в 2015 году родилась концепция, родились потребности потенциальных заказчиков применения легкого прогулочного спортивного экскурсионного, туристического транспорта. И, собственно, буквально вот тут действительно стоит поаблодировать умению и не просто умению, а гениальность и дару с рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого выстраивать инновации и создавать действительно еще в советские времена, одна за другой создавались инновации. Еще по меркам советских рублей общая капитализация была на миллионы и близилась даже к сотням миллионов советских рублей. То есть это огромные суммы. Ну и, естественно, Анатолий Эдуардович от этого получал жалкие крошки, на которые продолжал развивать струнный транспорт и пробиваться действительно сквозь тернии к звездам. Почему к звездам? Потому что основной проект и основная цель Анатолия Эдуардовича, и он об этом не скрывая говорит, это реализация общепланетного транспортного средства, о котором мы говорили ранее. И сегодня, дорогие друзья, все больше и больше людей поддерживают технологию SkyWay, инвестируют в технологию SkyWay, потому что эта технология позволит быстро, комфортно, эффективно и, самое главное, безопасно перемещаться нам на втором уровне. То есть это совершенно иная, новая концепция, которой не следует на сегодняшний день ни одна корпорация в мире, кроме, пожалуй, Hyperloop. То есть у нас были конкуренты ранее, о них я также вкратце остановлюсь обязательно на расширенном технико-экономическом вебинаре, но это достаточно серьезная гонка, требующая технической подготовки и, собственно, финансовой подготовки, и выдерживают ее немногие, естественно, некоторого лоббирования. И сейчас в большой такой транспортной гонке, транспорт второго уровня, участвуют две технологии. Это технология SkyWay и технология Hyperloop. И, соответственно, что касается высоких скоростей, мы планируем это показать в 2017-2018 году. И также уже подразумевается гиперскорости. О них также мы более подробно пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре. На сегодняшний день, дорогие друзья, я могу сказать, что экологичность ставится во главе всего, потому что многие города переходят сейчас на альтернативные источники энергии. И, собственно, это неспроста, так как в 2015 году была подписана конвенция об изменении климата, об этой действительно нависшей над всем миром, над всей мировой экологией, экономикой, и даже политикой проблемой изменения климата. То есть благодаря изменению климата, естественно, в кавычках слово «благодаря» происходит повышение мирового океана примерно на 2-3 мм каждый год. И это действительно критические цифры, которые осознает вся научная мировая общественность. Соответственно, стараются сделать максимально то, чтобы изменение климата, если не предотвратилось, то хотя бы максимально минимизировалось. И, соответственно, технология Skyway действительно абсолютно реально может преодолеть эту проблему. И предвосхищая, так скажем, расширенный технико-экономический вебинар, я могу сказать, что всего лишь одного миллиона юнибайков будет достаточно для серьезных изменений. К примеру, во всем мире ездит намного больше автомобильного транспорта, а сколько гибнет в автомобильных авариях. То есть вот недавно исследовали буквально за два года, сколько погибли только на территории США, это 2 миллиона человек. Не то что погибли, но участвовали в ДТП и получили различные увечья, ну и в том числе летальные исходы. Эти исследования происходили ввиду того, что сейчас планируют вводить массово робомобили, так скажем. Но о них мы обязательно также поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но одно я могу сказать, дорогие друзья, что такой инновационной и такой перспективной технологии на сегодняшний день в мире действительно не как технология Skyway. Что касается технических моментов и, собственно, технологических аспектов, никаких технических рисков вообще в технологии Skyway нет. И это признал соучредитель, президент Международной Академии 3 с его решением изобретательской задачи Михаил Орлов. И это признали независимая консалтинговая, достаточно серьезная организация MBM, австралийская компания, которая подтверждала именно перспективность и рекомендовала к применению технологии Skyway на австралийской территории. И это признал в недавнем времени даже экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации. То есть 11 февраля экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал технологию инновационной. А 25 марта уже перспективной и рекомендованной более серьезному распонтрению после демонстрации. Демонстрация, напоминаю, произойдет уже этой осенью. То есть будут подвижные составы, соответственно, уже перемещаясь по путевой структуре. И все увидят, что действительно это высокодинамичные подвижные составы. И все ощутят, и, собственно, будет собрана вся доказательная база, что действительно аэродинамика даже превосходит. Я не говорю даже о спорткарах, я говорю о спортивной авиации, военной авиации. То есть коэффициент аэродинамического сопротивления даже достигает и превосходит показатели этих транспортных сфер. Соответственно, из этого складывается значительная экономия топлива при эксплуатации. Про экономию материала в представительстве я сказал, когда уже рассказывал об истории возникновения струнного транспорта. И что все происходило за счет оптимизации общепланетного транспортного средства, достаточно массивного сооружения. И, собственно, максимальное удешевление конструкции достигается и продолжается совершенствоваться даже сейчас, дорогие друзья. Что касается расхода топлива, то задумываются ли вы вообще, что возможны такие показатели 2-3 литра на 100 километров. Либо, к примеру, 20 киловатт, опять же, расходы от электроэнергии, если переводить все на электроэнергию, на те же 100 километров при наличии 50 человек в подвижном составе. 50, то есть это фактически как автобус. И на сегодняшний день такие показатели действительно недостижимы. За счет чего достигаются подобные показатели? Естественно, буква А в нашей азбуке Skyway – это аэродинамика. Но и стоит отдать должное инновационному струнному рельсу. То есть вся концепция струнного рельса, чтобы было понятно именно для людей, кто присоединяется к проекту Skyway, заключается в предварительном напряжении конструкции. И внутри находятся стальные арматурные канаты, либо стальные проволоки различного диаметра. Все зависит от применения. От 2 до 5 миллиметров. И, соответственно, их достаточно много. Все они предварительно напряжены. То есть я растягиваю провод. Я могу разрезать бумагу тонко, очень тонко. И когда я ее преднапрягу и положу, допустим, конструкцию, к примеру, вот эту вот мышку, на простянутую конструкцию бумаги, обычной бумаги, то мышку выдержит этот, казалось бы, тонкий листок бумаги. В этом заключается принцип действия струнной технологии, именно струнного рельса, именно в предварительном напряжении. И это абсолютно статически неопределимая конструкция. Это неразрезная конструкция. Соответственно, вы видите на слайде, в середине находятся сердцевины. Это стальные проволоки, предварительно напряженные. Далее идет их закрепление. И далее идет омоноличивание специального вида бетона. Этот специальный вид бетона, то есть эта разработка зао-струнной технологии, был изобретен только по нуждам и необходимостям применения в Skyway. То есть редко, когда требовалось прокачивать бетон на 2-3 километра внутри, так скажем, рельса. И чтобы этот бетон обладал серьезными качествами вязкости, быстрого схватывания и далее прочности. И, соответственно, далее, естественно, ставится головка рельса, которая является также инновационной. И вся эта конструкция получается абсолютно ровной, гладкой. То есть при перемещении стального колеса по стальному рельсу не будет возникать абсолютно никаких эффектов. Рельсы, шпалы, различные стуки, различный дискомфорт при перемещении. Вы спокойно сможете, перемещаясь в Unibus, нести стакан кипятка, либо 2 стакана кипятка. И быть уверенными, что на вас вода не прольется. Потому что колебания будут вообще минимальные, вы просто не сможете их ощутить. Что касается шумовых эффектов, то есть специальный репортаж и шумовые эффекты, шумообразование будет минимальное. И поэтому, опять же, является доказательным примером те эксперименты, которые уже проведены в ЗАО «Струнные технологии». Что не скажешь о современных автомагистралях, что не скажешь о современном высокоскоростном транспорте, я имею в виду про влияние шума. А представьте, если вблизи путевой структуры, если вблизи железных дорог находятся какие-то населенные пункты, либо проживает человек, а каким образом через железную дорогу, каким образом, соответственно, через линии электропередачи будет пастись скот, будут перебегать животные. И Панатолий Эдуардович шутит, на каких языках нужно писать те указатели, которые рассказывают животных, каким образом перейти через тот или иной железнодорожный проезд и так далее и тому подобное. То есть, действительно, проблем в этой сфере очень и очень много и на сегодняшний день они абсолютно не решаемые. Но все это замечательно, дорогие друзья. Я могу петь дифферамбы, многочисленные, обоснованные и подкрепленные железно-бетонными аргументами, действительно. Но это бы не имело никакого смысла абсолютно, если бы сейчас, дорогие друзья, не велось строительство, не велось строительство экотехнопарка, демонстрационного тестового участка, на котором будет продемонстрирована технология SkyWay, на котором постоянно будет совершенствоваться технология SkyWay. То есть, многие задают вопрос, когда прекратится строительство экотехнопарка. На этот вопрос, дорогие друзья, я с удовольствием отвечу на расширенном технико-экономическом вебинаре. То есть, это уже не первичные знания. Но в первую очередь вы должны понимать те результаты, которые были уже получены. А самый главный результат – это строительство и выполнение работ по тем этапам, которые уже запланированы. То есть, всего у нас 15 этапов. На сегодняшний день мы находимся уже больше, чем на седьмом этапе. И, соответственно, в будущем эти этапы начнут меняться очень быстро. Я не берусь предсказывать и показывать вам, насколько быстро будут меняться этапы после демонстрации осенью. Насколько быстро даже этапы начнут меняться после того, как будет монтироваться путевая структура. Вот-вот этот процесс уже начнется. Все мы с нетерпением ожидаем. И 29 июня, дорогие друзья, произошла государственная регистрация договора аренды земельного участка в городе Марьино-Горка, где располагается на территории заброшенного танкового полигона военной площадки, так скажем, территория будущей небесной долины, то есть Skyway Valley, если у нас есть силиконовая долина, именно ядро пятого технологического уклада, то основой и базисом шестого технологического уклада будет Skyway Valley. И запомнили дату, я думаю, 29 июня 2015 года. Переместимся, к примеру, на 55 слайд. То есть мы уже находимся в 30 июня 2016 года. Вы видите, что 30 июня уже фактически было смонтировано сооружение первой анкерной опоры с транспортно-логистическим узлом совмещенной. И, собственно, началось строительство второй анкерной опоры. Параллельно началось строительство также легкой прогулочной трассы буквально через несколько дней. И действительно, это те результаты, которые были достигаемы и стали реальными благодаря народному финансированию, благодаря тому, что многие люди присоединились, поверили, когда ничего еще не было. И вот вы видите, 8 июля завершился процесс строительства фундамента под анкерной опорой легкой трассы. То есть еще 8 июля началось параллельное строительство легкой прогулочной трассы. 8 июля также наблюдаете, что растет ввысь вторая анкерная опора. 15 июля уже начало параллельное, запараллельное строительство грузовой трассы. И вот, пожалуйста, 15 июля также происходит продолжение строительства западной анкерной опоры, то есть второй анкерной опоры городского пассажирского высокоскоростного транспорта. Стартовал процесс строительства участка трассы, который продемонстрирует полный комплекс работ грузовой системы Skyway. Далее заливка дополнительных пристроек высокоскоростной и городской пассажирской трассы первой анкерной опоры, совмещенной со станцией. Далее вы видите продолжение строительства второй анкерной опоры. 19 июля мы уже испытываем в масштабе 1 к 1. Поэтому юнибайки и юнибусы 22 июля, сравните то, что было, к примеру, 18 июля, это одна и та же анкерная опора, то, что уже 22 июля. Наблюдайте скорость. И данная скорость достижима, дорогие друзья, только благодаря тому, что мы на сегодняшний день, те люди, которые взяли на себя ответственность инвестирования в технологию Skyway, фактически каждый месяц более 70 тысяч людей по всему миру, я не побоюсь этого слова, инвестируют в технологию Skyway и, соответственно, только это позволяет на сегодняшний день достигать тех результатов и тех этапов, которые мы на сегодняшний день уже достигли. И, собственно, на ранних стадиях развития проекта Skyway я могу сказать, что многие политические и экономические деятели высказывали свое мнение. То есть это Михаил Геннадьевич Делягин, Михаил Леонидович Хазин, это даже Жириновский Владимир Вольфович. И, собственно, к нам присоединились год назад еще подобные серьезные инфраструктурные деятели, как Ротхук, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии развития инфраструктуры. Также на расширенном технико-экономическом вебинаре я расскажу немножко о той проектной организации, которая была выбрана в качестве поставщика услуг по проектированию, по строительству на территории Австралии и вообще проекта Skyway. То есть все эти результаты, они не случайны, дорогие друзья. Они появились только благодаря усилиям тех людей, которые поверили в проект на ранней стадии. И одно я могу сказать, дорогие друзья, что даже тот момент, что просто проявив интерес к проекту, есть возможность сейчас получить из специально предусмотренного опциона на это, и это благородство, это любезность Анатолия Эдуарда Чуницкого, что даже тем людям, кто просто зарегистрировался в одной инвестпроводящей системе, которую мы на сегодняшний день развиваем, это Skyway Capital, получает 100 единиц, это минимальный пакет обязательств, которые в будущем превратятся в 100 единиц акций, активов, достаточно прибыльной мировой транспортной корпорации. И, соответственно, это тоже не будет происходить всегда. И это, конечно, дорогие друзья, так же, как меняются один за другим дискаунты, так же, как сменяются этапы, и того дискаунта. Дискаунт – это венчурная премия за ваш риск. Я могу сказать, что дискаунт даже есть в строительстве, то есть при долевом участии на стадии покупки квартиры, либо недвижимости, на стадии еще закладки фундамента, либо вообще проекта. Конечно, на сегодняшний день в условиях кризиса в Российской Федерации я бы не стал рисковать, но все же те люди, которые в благоприятных экономических условиях взяли недвижимость, рискнули и победили. И, соответственно, та возможность перепродажи квартиры, в дальнейшем в основном это у людей бизнес, это их венчурная премия за их риск. Так вот, у нас венчурная премия за риск тех людей, кто присоединился максимально рано, так скажем, также имеет место быть. И если в 2014 году, я еще помню эти времена, и иногда я жалею, почему я инвестировал на ранних стадиях тысячи долларов, а не больше, потому что дискаунт тогда был один к полуторам тысячам, один к тысяче, потом он начал резко снижаться, и начал складываться понимание вообще ценности активов на тот момент технологии Skyway, и насколько действительно быстро развивается проект. То есть вот мы продолжаем, пожалуйста, по строительству. 12 августа уже вы фактически видите, и я когда-то видел этот транспортный модуль в деревянном обличии, в деревянном макете, и меня тогда поразил тот факт, когда 14 человек зашли, мы специально 14 человек зашли, вытянули полностью руку, и абсолютно не доставило это никакого дискомфорта, чего не скажешь о наших маршрутках, автобусах, когда в час пик все набиваются, как буквально кильки в томатном соусе, и едут, едут в таких адских условиях, из точки А в точку Б. О каком комфорте передвижения может идти речь? Я уже не говорю про индийский транспорт. Здесь же, дорогие друзья, не будет никакой сверхзагруженности, потому что это система автоматизированного управления, и, соответственно, транспорт будет перемещаться один за другим, и всем хватит места. То есть проекты будут разрабатываться именно с учетом потенциального и растущего даже пассажиропотока. И, собственно, я не могу не остановиться на том, что у нас также в Юнибайке предусмотрен специальный веломодуль, то есть это приспособление, которое позволит вам вырабатывать электроэнергию посредством кручения педалей, то есть кардионагрузки, это спортивное направление, и кардионагрузка, я вам скажу, при моем режиме работы, при моем графике, она мне ой как необходима. То есть иногда просто нет времени потратить лишний час в спортзале просто бегая, и этот час я смогу провести, крутя педали в своем Юнибайке, вырабатывая дополнительную электроэнергию. Ну, а о концепциях и, собственно, основе, платформе в виде мотор-колес, четырех мотор-колес, аккумулятора и так далее. И насколько это изменит будущее, сама концепция транспорта второго уровня, мы поговорим уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и подытоживая, пожалуйста, посмотрите, 17 августа, это уже вот та самая, вторая анкерная опора высокоскоростной и городской пассажирской трассы, то есть фактически уже готова к испытаниям. И продолжается работа по монтажу как высотной опоры городской пассажирской трассы, которая уже позволит производить испытания с провисом путевой структуры и городской пассажирский транспорт уже на более серьезных высотах продемонстрируется. И максимальные условия вообще будут продемонстрированы на экотехнопарке. Даже 19 промежуточная опора городской пассажирской высокоскоростной трассы сделана специально стальной, чтобы продемонстрировать те условия, которые возможны при резкоконтинентальных условиях, при суровых условиях. Действительно, технология SkyWay возможна к прокладке и применению на любом типе рельефа местности, поверхности. И, собственно, именно поэтому сейчас многие государства, администрации заинтересованы в развитии проекта, но для них это на сегодняшний момент рискованная стадия. И Ротхук, к примеру, рискнул и на сегодняшний день мощно развивает проект уже в Южной Австралии, на территории всей Австралии, лоббирует проект. И это такие уже серьезные инфраструктурные первопроходцы, как те самые первопроходцы, в числе которых находятся многие из нас с вами, кто только присоединился к проекту в 2013-2014 году. Собственно, сейчас уже у нас перенимает эстафету Европа, потому что это тот марафон, который мировым, так скажем, сообществом и мировой взаимопомощью. Мы обязательно пробежим и достигнем победного не конца, но поставим многоточие, уже будем переходить на новые поколения технологии. Сейчас мы разрабатываем четвертое поколение струнной технологии. Далее сразу фактически буквально через менее чем год появится 4+. И Анатолий Эдуардович также подразумевает уже пятое поколение. Ну, о пятом поколении мы поговорим уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Собственно, вот такой вот вкратце экскурс введения в технологию Skyway. Я буду рад, если тех людей, кто впервые услышал на подобном вебинаре данную информацию, заинтересовал проект Skyway. Мы будем рады вас, Сергею Анатольевичем, видеть на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но для тех, кому неинтересно, кому это кажется несбыточной, нереальной мечтой, Анатолий Эдуардович, пожалуйста, просим прощения. Заводнятое у вас время. Ну, а мы на 10 минут прерываемся. Сейчас я поставлю замечательный ролик про Юнибус, уже в масштабе 1 к 1. И Юнибайки, которые готовятся к демонстрации на 20-23 сентября. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас сенсационный репортаж самой секретной разработки подвижного состава. А экскурсоводом сегодня у нас будет сам Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Оно секретно, но секреты мы не выдадим. Мы покажем то, что можно показывать. Пойдемте в цех. Даже здесь в коридоре стоят уже элементы. Это вот боковая часть корпуса Юнибуса, который будет закрывать ходовую часть. Вот здесь форма. Ну, это часть формы для получения левого стекла лобового Юнибуса. Для того, чтобы соблюсти четкую форму, а там точность до 1,1 мм, то вот эта форма еще будет залита специальной смесью типа бетона, которая даст жесткость конструкции, потом она будет перевернута, и вот по той наружной поверхности сделано высококачественно полированное будет изготавливаться стекло. Ну, здесь мы стеклопластиковые элементы подвижного состава изготавливаем. Видите, даже вот кресло теперь стоит. У нас даже кресло свое, уникальное, потому что таких кресел продажи нет. Они нигде не используются, чтобы ехал пассажир и мог крутить педали. Да, и заметно уникальная такая форма. Да, да, и особенно вот сидушка, видите, и спинка, все-все другое. И мы специально разработали эргономику для того, чтобы пассажиру, который решил заняться спортом, ну, фитнесом фактически, да, было удобно и комфортно двигаться. Поэтому даже вот это мы сами делаем. Это элементы обтекателя, это лобовой обтекатель, тоже верхней части юнибайка. Здесь хвостовой обтекатель. Ну, в той части юнибайка, где стоят агрегаты, это верх, это подвесное транспортное средство. А это здесь будет изготовлена уже другая половинка лобового стекла. Ну, по той же технологии. Это похоже на то, что мы видели у входа, да? Да, так там одна, ну, у нас же две половины обтекателя. Поэтому они зеркально-симметричны. Они зеркально-симметричны. Нельзя по одной форме сделать две. Поэтому надо делать для одного стеклоформы, для другого стеклоформы. Но рабочая поверхность, она не видна, она изнутри. Это внутренняя часть, которая будет потом залита для жесткости специальным. Ну, это все детали. Хотелось бы увидеть, как это все собирается воедино. Можем показать что-нибудь? Пойдемте посмотрим, да. Такая надо... Видишь, шлифовка, полировка. Здесь много очень ручной работы, доводки. Вообще-то дизайн, допустим, автомобиля, это непростая вещь. Я знаю, что, допустим, итальянские дизайнеры берут за дизайн автомобиля нового где-то 60 миллионов евро за разработку и изготовление только вот формы, да? То, что мы делаем. И у них тоже вручную это делается. Они даже горятся тем, что они рукой, они чувствуют эту форму и доводят вручную там специально типа пластилина материал. И они вот убирают лишнее, как вот скульптуру делают. Делают вручную, так? А наши дизайнеры сколько взяли, можете сказать? Ну, это обошлось наверное в сотни раз дешевле. В сотни раз дешевле. А дизайн у нас не хуже. А с точки зрения динамики лучше. Потому что таких радио-динамичных форм нету, как у нас. А давайте покажем, чтобы не лучше один раз увидеть, чем все раз услышать. Ну, здесь здесь уже видно, что собирается юни-байк. Ну, тоже он еще не полностью готов, поэтому эту часть как бы начинку можно показывать. Видите, тут кабели, электрика. Тоже тут все собирается. Тут агрегаты будут стоять. Это вот рама стальная, элементы подвеса. Здесь вот будут обтекатели, которые мы видели, боковинки, которые мы там видели. И лобовое стекло. Здесь будет четыре двери. Очень большие двери. Удобно будет садиться, выходить. Ну, мы делаем для того, чтобы можно было поставить дизайн этот подвеса стату в страны, где левостороннее движение и в страны, где правостороннее движение. Потом, естественно, мы останем только с одной стороны двери. Либо с этой, либо с этой. Понятно. тут уже, видите, окрашена часть. Уже это рабочая окраска, рабочая поверхность. Скажите, это полноразмерная модель или это уже промышленный образец, который будет функционален? Это промышленный образец, который будет полностью функционален. И он после выставки и некоторой доводки уже будет поставлен в этот технопарк и будет ездить по нашим трассам, которые мы сейчас строим. То есть мы сейчас видим именно тот образец Юнибайка, который будет представлен всему миру на выставке в Берлине и на Транс 2016? Да. И часто раздаются голоса, что так долго? Вообще-то за три месяца, а мы фактически начали изготавливать Юнибайки и Юнибу, сейчас мы тоже посмотрим, ну, два месяца назад, ну, два с половиной, за такой срок никто никогда не выпускал, допустим, нового в Танбю. Где же японцы? Или новый самолет, или вертолет. Поэтому, когда говорят, что почему так медленно, мне это вызывает просто удивление, даже негодование. Ну, как так можно говорить? Поэтому я хочу показать, чтобы видели, что мы не просто говорим красивые там фразы, типа мы изготавливаем, мы действительно изготавливаем. Не все наши инвесторы, специалисты или эксперты даже в транспортной области. Дело в том, что не надо быть специалистом, надо быть более, ну, как бы терпимым, что ли, терпеливым и не высказывать там негодование по любому поводу. Это неприемлемо я нормально работаю. Я думаю, после того, как они увидят прогресс в создании подвижного состава, у них появится немножко больше терпения. не у всех, конечно, но я думаю, у большинства так. Потому что большинство наших инвесторов нормальные, меня анализируют. Так, там мы изготавливаем уже юнибус. Очень интересно. Да. Это чертеж его? Да. Ну, части, это не всего юнибуса, естественно, определенные части. и инновационный пол закрыт. Но могу сказать, одно, не стеклянный, потому что нельзя транспортным средством делать стеклянный пол. с точки зрения безопасности, ну, неприемлемо. Да и когда снизу кто-то заглядывает, не очень приятно. Ну, можно зеркально сделать, да. Особенно для девушек, да, не очень, конечно. Ну, видно, что здесь уже каркас полностью готов, верхняя часть тоже. И мы готовим сейчас стекла. Здесь будет прямое стекление, двери. Это тоже сейчас все в работе. Ходовая часть тоже в работе, и поэтому мы успеваем к сроку. Хотя срок настолько сжатый, что, еще раз повторяю, никто в мире такие сложные машины с такие короткие сроки с нуля не делает. Тем более, у нас не было производства. Мы это производство арендуем, и только недавно стали арендовать. У нас даже своего оборудования не было. И часто, по большому счету, ну, нет полного объема оборудования необходимого. Поэтому мы подключили большое количество еще подрядчиков, соподрядчиков, которые, поставщиков, которые вот отдельные элементы изготавливают для нас. Да и наши рабочие, по-моему, сверхурочно и выходные трудятся. Они работают и вечерами, и выходные, и нет праздников. Загружены полностью. А что это за конструкция, подскажите? Для того, чтобы тот же Unibike перевести, он ведь не автомобиль, который на колесах стоит, он подвешен, да? И поэтому для того, даже перевести в сохранности, то пришлось разрабатывать даже вот каркас, раму для перевозки, которая будет потом с Unibike поставлена фуру, которая повезет на выставку нашей изделия, которая, ну, достаточно дорогостоящая и сложная. Мы его застрахуем на 500 тысяч евро. Unibike. Скажите, а что это здесь так таинственно задрапировано? Ну, я бы не хотел говорить на тем. Ну, мы еще и высокоскосной транспорт делаем, поэтому что-то с ним связано. А вот рельсы, которые там за ним лежат, это какое-то отношение имеет тоже к выставке? Можно это показать? Ну, в принципе, можно. Это имитация путей, потому что пути-то у нас не будет и показано тоже в полномасштабном размере. Это струны? Да, да, струны, перейдем вверх ногами, на самом деле, но вот размер, масштаб один к одному, потому что мы покажем еще и путь, по которому будет ехать Юнибус, но он не будет на него опираться, потому что он будет стоять над ним. Мы не можем натянуть струны на выставке и сделать полномасштабную рельсы струны. Антолий Эдуардович, большую часть всего, что мы делаем, разработано было специалистами завоз струны технологии. А вот что касается мотор-колес, непосредственно электродвигателей? Не большую часть, я поправил, все было разработано, все абсолютно. Никто нам сторонний ничего не разрабатывал. А показать что-нибудь можете? Ну, конечно, могу показать. Так, пойдемте. Я думаю, всем будет интересно. Это мотор-колеса для Unibike. Они почти в сборе, но не полностью. Тут еще нет тормозных дисков и тормозных колодок. Поэтому, ну, вот масштаб виден. Это натуральный настоящее мотор-колесо, которое будет стоять в промышленном образце Unibike. Его мощность колеса до 5 кВт. То есть, здесь суммарная мощность может быть 20 кВт, а для работы нам достаточно 2,5 кВт. Это для того, чтобы разгоняться быстрее, для того, чтобы брать уклоны. Поэтому, здесь должна быть избытия сочетная мощность, а на самом деле потребляемая мощность будет порядка 2 кВт при скорости 150 км в час. То есть, представьте, машину, которая везет 3 пассажира, у нас здесь будет 2, а так вообще до 3, Unibike вместимость со скоростью 150 км в час. При этом, если перевести электрическую энергию в топливо, то расход топлива будет где-то за час работы это будет 0,5 литра за час работы. При этом он справедливается 150 км где-то 0,35 литра примерно на 100 км. Вы не знаете хоть одного транспорта наследства с такими характеристиками? Не знаю. На 100 км пути при скорости 150 км в час расход энергии приводит на топливо 0,35 литра. Фантастические цифры? Да. Мы делаем вообще фантастические вещи и на самом деле эта фантастика скоро станет реальностью, потому что мы не только слова говорим, рисуем картинки как многие считают. Мы строим тестовые участки и эти машины, которые мы здесь изготавливаем после выставки будут уже работать там. И все видят и видятся в том, что мы говорим правильно. Многие так считают, потому что знают, что некоторые так делают. Но не мы. Мы не так делаем. Это вот каркас, на котором будут стоять мотор-колеса. Правильно я понимаю, что это уже все подготовлено для установки на этот образец, который готовится для выставки в Inotrans? Да. Со всеми основными элементами здесь. А на этом верстаке, что у нас? Здесь мы уже мотор-колесо для генибуса изготавливаем. И здесь это приспособление для изготовления ротора, который вот видите, для изготовления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!